Я думаю, сегодня я могу вас коллегами называть всех, поскольку обсуждаем вопрос очень значимо важный, но и как минимум на это обсуждение, мы коллеги, мы партнеры, поскольку должны выработать какие-то единые предложения или какое-то единое видение. Изменение Конституции, конечно, это очень серьезный шаг политически, очень серьезно, поскольку такое изменение вылетет за собой. И серьезные изменения законодательства, как федерального, так и регионального, и серьезные изменения в системе и структуре власти. Понятно, что можно обсуждать по сравнению с позицией, можно обсуждать саму идею и говорить о том, что общественные отношения устаневают и рано или поздно сдают такой момент, когда изменения должны быть. Это и запрос общества, и некая какая-то действительность с одной стороны, а с другой стороны можно рассматривать с точки зрения каких-то конкретных формулировок существующего текста и той правоприменительной практики, которая может последовать впоследствии после принятия изменений. Свои предложения я направила, но в общих словах я обозначу какие-то моменты, именно связанные с теми формулировками, которые были предложены. Во-первых, если мы говорим о процедуре, о изменении вообще как таковом, у нас существует закон 1998 года, который регулирует вопросы, связанные с принятием закона поправки, содержанием и так далее. Если мы будем исходить из этого закона, то по существу, по содержанию, вот эти предложения, они должны быть изложены в трех законах. То есть отдельно социальные вопросы, отдельно решение межгосударственных органов, вопросы международного права и отдельно совершенствование системы управления. Почему? Потому что в один закон мы можем сводить только те поправки, которые являются одинаковыми по содержанию, по сфере правового регулирования. Кроме того, по каждому изменению можно говорить о том, что есть какие-то, ну несомненно положительные моменты, есть какие-то моменты, которые можно обсуждать, корректировать и что-либо предлагать. Ну, во-первых, как уже было сказано, менять Конституцию полностью мы не можем, обсуждать полностью не можем, поэтому, исходя из того, что мы предлагаем на сегодняшний момент, мы должны корректировать с учетом первых, вторых и девятых глав, тех глав, которые являются вечными, короче говоря, да, те главы, которые не изменяются поправками. И там, в этих главах уже есть положение, связанное с международным правом, это 15-17 статья и 43-е право гражданина Российской Федерации обращаться в какие-то межгосударственные организации по вопросам защиты прав человека. Там есть связанные с гражданством и правами граждан и так далее. Значит, на что я считаю, есть необходимость обратить внимание. Ну, во-первых, что касается решений межгосударственных органов, понятно, что их много и отказаться от них вообще мы не можем, поскольку это закреплено и во второй главе Конституции, и во первой главе Конституции. Но эти решения, они очень разные. Они очень разные с точки зрения отраслевого законодательства, то есть, если мы берем сферу уголовного права или судопроизводства, это один аспект. Если мы возьмем торговое, например, гражданское право, это совершенно другой класс, да, совершенно другое значение, другой аспект. Мы можем брать в разрезе разных каких-то органов российских, которые это применяют, например, та же система уголовно-исполнительная, она или судебная система. Это одна ситуация. Если мы говорим об органах исполнительной власти, тоже это совершенно другой аспект. Поэтому я считаю, что здесь необходимо включить отсылку на федеральный конституционный закон, который должен вот эти проблемы и вопросы и с точки зрения отраслей различных правов, и с точки зрения вообще места, роли и определения возможности действия, применения на территории Российской Федерации того или иного решения межгосударственного органа или организации. Таких организаций очень много, их исчисляют даже уже не сотнями, а тысячами, да, поэтому говорить, все ли они мешают Российской Федерации или нет, да, и делать вот какое-то такое обобщенное заключение, я думаю, это было бы неправильно. То есть нужно именно учитывать некий вот такой отраслевой подход. Далее, значит, следующий момент, очень большое количество норм связано, как было сказано, с реформированием системы управления. Понятно, что система управления, она должна быть гибкая, временно диктует свои условия, да, и на какие-то моменты нужно обращать внимание. Например, наличие или отсутствие гражданства иностранного государства. Вот это ограничение по поводу гражданства иностранного государства, вида на жительство, оно встречается в разных вариациях. И если мы говорим ограничение в отношении президента, это более жесткая формулировка, потому что здесь прописано и гражданство иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, который есть на момент использования пассивного избирательного права, и наличие этого гражданства, которое было ранее. Вот эта формулировка тоже требует корректировки. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть шестая статья Конституции Российской Федерации, где гражданство у нас является равным, независимо от основания приобретения. И все граждане, часть вторая и шестой статьи, и все граждане Российской Федерации пользуются равными правами и обязанностями. Если гражданство России есть, то есть ограничивать по наличию сегодня, на момент использования права, наличие иностранного гражданства, такое ограничение может быть, а вот в прошлом, то есть здесь корректировочка должна быть. То есть мы ограничить можем и предложить можем, да, но это должно быть ограничение совершенно, ну, в ином контексте, да, с иной формулировкой. Кроме того, очень бурно обсуждается повышение статуса, как принято сейчас говорить, Государственного Совета. Да, орган значимый. Почему значимый? Потому что орган представляет все субъекты Российской Федерации. Территория у нас очень разная, и понятно, что применение каких-то норм на местах, оно очень разнообразное, исходя из того, что и экономические, и климатические условия у нас разные, и вообще действительность очень часто, она различная в разных субъектах Российской Федерации. Но та формулировка, которая предложена в 83-й статье, поправка в 83-й статье, она дублирует полномочия президента Российской Федерации. Что касается определения основных направлений внутренней и внешней политики, да, дублирует полномочия президента, связанная с согласованием работы, функционирования системы государственной власти. Поэтому данная формулировка, то есть, да, государственный совет может обладать какими-то полномочиями, но они не должны дублировать полномочия президента. То есть, либо определяется статус, возможно, это орган будет носить, решение органа будет носить рекомендательный характер, орган будет совещать, либо, возможно, в формулировку необходимо какое-то иное ключевое слово использовать, для того, чтобы понятно было, в каком контексте можно было понимать и применять эту норму. Я совершенно согласна с Юрием Вячеславовичем о том, что ключевые слова имеют значение, да, выбирает, утверждает и так далее, да. И поэтому здесь тоже говорит о том, что расширяются ли полномочия парламента или дублируются, но в ином варианте предыдущий текст, да, тут тоже можно расслуживать, потому что с точки зрения русского языка мы какие-то слова наполняем одним содержанием. Поэтому, а если мы берем с точки зрения юридической техники, да, и тех теоретических конструкций, которые используются в нормативно-правом акте, то получается, что процедура может быть другая, а суть будет та же самая. И можно поменять ключевое слово, но по существу может ничего не измениться. То есть, эти ключевые слова в нормативном акте, они могут являться синонимами. Поэтому я думаю, что, ну, на этом общение наше не закончится, да, в том или ином формате. Это очень хорошо, что привлекаются широкие слои. Наверное, есть необходимость привлекать различные правоприменительные органы, которые с точки зрения именно профессиональной, с точки зрения отраслевой могли бы очень ценные рекомендации нам дать, особенно в области международного права и применения решений межгосударственных организаций. Спасибо большое.